Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2008, тема «Жития». «Как же так получилось, что в «Житиях» говорится только об иночестве и не в одном месте, а рождении свыше?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Каждый делает то, что может, что знает, о том и говорит. Нельзя выжить то, чего в нем нет. Вывод только один. Тот, кто писал «Жития», сам был не рожден свыше. Иоанна 3, 3. Иисус сказал ему в ответ. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». 1 Петра 1, 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. «По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Иосиф Волоколамский. Память 9 сентября. Семи лет отдан он был в учении и весьма скоро изучил Божественное Писание. Любил он часто ходить в Храм Божий и, удаляясь от сверстников, всю мысль свою стремлял на угождение Богу. Призрев мирскую суету, удалился он в Боровск, в монастырь преподобного Пафнутия, который постриг его в иноческий чин. По прошествии некоторого времени взял он к себе в ту же обитель своего родного отца, принявшего также иночество, и служил ему, и покоил его до самой его смерти. Восемнадцать лет пробыл он в повиновении у святого Пафнутия. По смерти своего учителя и наставника он был сделан игуменом его обители, которую и управлял около двух лет. Затем удалился он с некоторыми из братьев в лес. Ревностно подвязался он против ереси, жидовствующих, и написал в обличении ее книгу. Зима казалась бесконечно длинной, с ее морозами, заносами и тьмою. Кто победит ее, какой герой былинный? До Пасхи не дожить, умрешь зимою. Но незаметно воробьинным скоком дни удлинялись, календарь тоньшал, по градусу утеплело за порогом, лед двухметровый разом затрещал. Вдруг в одночасье вышла перестройка, гласность Горбачев, раскрепощенный смех. Плен Вавилонский оказался пройден, и реабилитация внезапная на всех. Змей-полиглот, шестая часть от суши, до хвост еще на море-океан, океане, стал распадаться, ниже лес без стужи. Дня не прожил без крови и обмана. Гроссмейстеры-израильские слуги, гиганты зла, духовные уроды, сглотнули Русь, краснели от натуги, давились жертвами с клеймом, враги народа. Когда бы ни Христос, священное писание, ни откровение Духа Всесвятого, кто б разумел, и догадались сами, что это за грехи, и нам не ждать другого. А то, что гении, вершители эпохи, Нероны, Ленины и Гитлеры вдобавок, Родились они пораньше, так бы и подохли, В безвестности среди колхозных шавок.